всем привет девчонки кто потерял меня я думаю конечно никто сильно не потерял мы просили иногда снимать такие вот отвлекающие видео потому что обстановка можно сказать накаляется я сегодня не хочу особо ничего такое обсуждать да серьезная вот именно такую тему какую-нибудь отвлеченную вот покажу вам свои волосы как я отрастила и вы знаете что я в конце декабря подстриглась прям меня разобрала в конце года обрезать все мои длинные волосы да у меня были где-то наверное ну да лопаток наверно вот так да так примерно у меня такие волосы были и что от них осталось вот пожалуйста вот так я сама себя обкарнала стрижка конечно нормальная то есть не то чтобы профессиональная ну неплохая можно сказать если уложить вот запомните да сейчас вот это волос после мытья я его не расчесывала просто он высох и все я его мазала чуть-чуть там три капли масла нанесла и все не жирнила его ничего вообще никаких укладочных средств вот я сейчас хочу расчесать и вытянуть и показать как он будет в таком вот вытянутом состоянии потому что у меня волос как вы видите волнистый он вы не кудрявый но он волнистый пушистый волнистый то есть он в любом случае сжимается сантиметров на 5 то есть если мы его сейчас выпрямим он сантиметров вот так на 5 будет длиннее не знаю как отмерить вот эту длину не у меня вот туда уже ну то есть уже ниже плеч у меня волос довольно довольно таки не то что прям очень быстро растет но скажем так два сантиметра в месяц то есть если кто помнит мои видео вы можете отмотать там на декабрь я в принципе не особо много снимала у меня вот так вот где-то до по плечи вот так вот коротенько был волос в конце декабря когда я подстриглась вот так мне будут и сейчас у меня уже вот эти вот вытянулись и начинают подрастать вот эти волосы пчелка потому что я подстригла у меня получилось вот так вот если все волосы поднять у меня получится по одной длине так вот все вот все 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 боковушки челка вперед зад макушку это все все у меня то есть я поднимала в хвосте естественно такие волос как у меня обрезать невозможно потому что будет неровно Во-первых, волнистые, во-вторых, густые, да, то есть по одному этому не обрежешь. Вот если у вас прям такие вытянутые шелковые волосы от природы, вы еще можете. Опять же, если у вас густые волосы, то даже ровные волосы такие вы не обрежете, ну, прямые я имею в виду, гладкие. Поэтому приходилось делать так, обстригать длину здесь, да, делать, обстригать длину здесь, вот как бы я хотела, чтобы пчелка была, и сравнивать между собой эти длины, то есть чтобы они были на одном уровне, и все остальные волосы под них подгонять. То есть я стригла от затылка, тут это все убирала, поднимала вот этот вот хвостик, обрезала, потом брала соседние волосы, естественно, мокрые, да, то есть стрижка была довольно-таки сложная, но я ее сделала в прошлом году, я тоже, это, по-моему, моя либо вторая, либо третья стрижка, наверное, уже третья, в прошлом году я обрезала немножко по-другому, я обрезала волосы вот так, и я назвала эту стрижку, по-моему, каскад. Это, конечно, не каскад, потому что каскад, по идее, нужно волосы вот так вот отводить на 90 градусов и назад, и вот эти волосы тоже назад. А я делала, я делала, делила на две стороны, и вот на 90 градусов только в обе стороны, поэтому сзади у меня получился вот такой хвостик, то есть не ровно, вот как сейчас у меня ровно, потому что я обрезала по одной линии, да, а здесь получилось две линии, то есть две разные стороны, поэтому волосы были вот таким вот зубчиком, поэтому кто хочет, кто не хочет ровные волосы, можно зубчиком. Ну, это хорошо смотрится на волнистых волосах, потому что на ровных, на гладких волосах это может быть не совсем ровный срез, если вам никто не помогает, то очень сложно сделать прям сильно ровно, да. А если волнистые, то можно, потому что вот эта линия, она будет все равно в целом казаться, ну, ровной, потому что он сглаживает вот эти вот, ну, как сказать, вот эти вот все неровности, короче, вот эти ваши волны, вот этот ваш пушок, да, у меня вот этот пушок, то есть как бы я сейчас ровно не обрезала, вот хоть по линейке, вот так, у меня сейчас все здесь ровно вот так обрезано, да, вот от самого, вот здесь короткого до самого длинного у меня ровная линия идет, но вы этого не видите за счет того, что у меня волосы вот такие вот кудрявые, вот, поэтому где-то он вырос у меня, ну вот смотрите, январь, февраль, мат, вот на 5 сантиметров еще вот в марте подрастет, вот будет 6, вот за 3 месяца он вырос у меня на 6 сантиметров, то есть я планирую еще, если апрель, май, июнь, то есть в конце июня у нас уже будет полноценных 12 сантиметров, это где-то уже, еще 6, вот так вот, да, где-то будет уже волос, вот этот нижний, и вот этот он будет где-то вот так, мне уже, то есть вот это чел где-то вот здесь будет, и потом уже к осени мы закроем вот тут вот до подбородка, он должен дорасти, и дальше я уже не буду отращивать, то есть я буду его ровнять вот по этому подбородку, все, что будет дальше расти, я буду состригать вот туда вниз, и будет умятка лесенка идти, поэтому здесь я больше отращивать в длину не буду, Ну, после вот как он дорастет до подбородка. А сзади, ну, насколько получится, я не знаю. То есть он может сзади расти, расти, расти. Я его буду просто подрезать вот так вот до самого все равно нижнего волоса, ну, лесенкой. И я не буду больше его стричь вот путем вот такого поднятия, да, всех волос вверх. Я буду делать именно вот так вот, делить на две половинки, зачесывать. Ну, сейчас покажу вот так вот. Зачесывать вот сюда. И либо вот по этой стороне вот так обрезать, либо по противоположной. Вообще, если вы уже по длине отращиваете, то его положено обрезать по противоположной стороне, по скулам. Вот так зачесываете, и вот отсюда вот так тринь-тринь-тринь. Но у меня еще он не дорос досюда. Он не дорос, то есть вот этот совсем короткий. Поэтому до декабря я его трогать не буду. До декабря он у меня растет. Вот. И потом, когда, ну, вот где-то вот я буду сверять все равно и летом, и его сегодня я буду сверять, насколько он здесь у нас. Если вот этот у меня сильно будет там торчать, допустим, по сравнению с этим, я могу немножко его, конечно, подрезать. Но я планирую сделать в декабре вот такую стрижку лесенка вперед. То есть зачесывание вперед и такую лесенку, чтобы у меня здесь была более плавная линия, и волос там сзади я буду отращивать. То есть лесенки сзади у меня такой не будет, как сейчас, да. Сейчас у меня даже это не лесенка, а рапсодия. Кто знает стрижку рапсодия, она немножко рваная идет. Вот у меня сейчас она есть, просто в моих волнистых волосах она не очень видна. Вот, ну и каскад здесь, и лесенка все вместе. Я, конечно, делала стрижку каскад, в этот раз по всем правилам, по правилам, как сказать, самоподстригания, да, то есть самостоятельной стрижки, не по правилам парикмахерской. Потому что парикмахерская, они делают, конечно, все профессионально, ну, в нормальной парикмахерской. Вымеряю все по линейке, то есть все прям ровно, но скидку моим волосам надо делать, что плюс там сантиметр, а кое-где и два не будет сильно заметно на моей стрижке, даже если она будет геометрически выверена за счет структуры моих волос. Поэтому мне переживать за ровность особо не приходится, да. Но когда я вот сейчас буду на эти утюжки вытягивать волосы, вот тут будут видны все неровности, да. Ну, я сделала так, что у меня сейчас все пока ровно, поэтому даже при вытягивании такой проблемы не возникает. Но я сейчас это делаю крайне редко, потому что, потому что не приходится, да, потому что волосы короткие, и они не, как особо, не поддаются пока утюжку. То есть сейчас он более-менее, волос, начал собираться в хвостик, сейчас я могу себе позволить, сейчас я могу позволить себе что-то вытянуть, да. Потому что когда он не собирался, он вываливался из хвостика, вот эти мелкие штучки, вот так вот, да, лохмушки выпрямлять было сложно. И тем более на плойку накручу. На плойку, чтобы накручивать, нужно, чтобы минимальная длина волоса была хотя бы вот такая, как у меня здесь внизу. Вверху я пока на плойку не могу, поэтому до лета, хотя бы до лета, а то, я думаю, до осени плойкой я пользоваться не буду, только утюжками. То есть только либо вот не трогать волос, либо выпрямлять. Потому что он у меня свой волнистый, особо его трогать тоже смысла нет. И я даже не беру в этот раз круглую расческу, потому что тоже мне особо смысла нет. Вот когда у меня длинные были волосы, был смысл, а сейчас особо нет. Но в декабре мы опять вернемся от моей исходной длины, потому что в целом волос отрастает на свою силу где-то за год. Вот эти волосы, которые до колена у кого-то, они вырастают в детстве. Если вы до взрослого возраста не подстригаетесь, они вырастают. А в случае, когда вы уже подстриглись после первой стрижки, он уже не растет так. В редких исключительных случаях у некоторых девочек он растет, но у большинства уже во взрослом возрасте, к сожалению, волос так сильно не растет. Это у меня, допустим, когда я в школе училась, у меня за год волос, даже за полтора на я на трос, до талии. То есть, представьте, я подстриглась короче, чем сейчас. У меня было такое двойное коре, и вот этот волос у меня был вот так. То есть, как вот я в декабре стриглась, только у меня не двойное коре, а каскад, а это было двойное коре. У меня реально было вот здесь коре и вот здесь, да, то есть два коре как бы. Волос был короткий, он у меня даже в резинку не помещался, я не могла сделать хвостик, конечно, всем было жалко мои волосы, но вот мне было сколько, 15 лет, да, подстриглась, в 17 у меня волос был уже до задницы, то есть полтора-два года, ну вот где-то года полтора он рос, и без особых усилий, я его, ну, я его тогда, правда, не красила, он у меня был такой, ну, не светлый, средний русый седины у меня еще тогда не было, может быть, 2-3 волосинки появлялись, у меня очень рано появился седой волос, вот где-то даже до совершеннолетия еще, это у меня наследственное, это не говорит о возрастных каких-то изменениях, это чисто вот генетическое такое, вот, поэтому, но в моих волосах это не видно, потому что у меня у самой светлые волосы, да, они летом все светлые русые волосы, они выгорают, и поэтому они как у блондинки, хоть крашены, хоть не крашены, поэтому я только волос тонирую, в принципе, я себе его не красила, он был чуть потемнее, но на нем более, конечно, заметна эта седина, вот, вот эти светлые крапления, как вот типа мелирования, они помогают маскировать вот эту седину, которые, ну, у меня, конечно, не то, что прям все седое, но у меня там клок, там клок, то есть, так вот, есть, знаете, если всматриваться, то видно, сейчас навряд ли, если ближе, вот так, может, вот здесь кое-где, но это сливается все в такую, понимаете, как калифорнийское у меня мелирование, вот все волосы, вот посмотрите, если вы знаете Джейнфе Ренистон, актрису, она отдает за свои волосы, ну, может быть, не миллионы долларов, но много, я получаю такой же цвет за бесплатно, можно так сказать, то есть, мне не приходится мелироваться у дорогущих мастеров, и у нас одинаковый с ней тип волос и цвет волос, можно так сказать, и длина, собственно, да, единственное, что у ней вверху не обрезано, у ней была такая длина, по-моему, знаете, когда она в друзьях снималась, у ней тоже такая вот наподобие была стрижка, была модная очень, вот, кстати, к объемному носу такая стрижка очень идет, вот, то есть, как бы, вот тут объем придает, и если вот так вот немножко вот здесь еще убрать, и вот здесь вот начался сделать, то тех, у кого крупный нос, это хорошо очень спасает, скажем так. Вот, смотрите, я здесь вытянула, посмотрите сразу, какой эффект, вот этот пушок мы убрали, и сразу как это видно, и на длину как влияет. Вот этот я не вытягиваю, вот так я его в свободном полете оставляю, а здесь я вытягиваю, смотрите сразу, как он смотрится. И более такой он прирученный уже, да, то есть уложенный, красивый, то есть когда на голове порядок, и сразу выглядите и моложе, и красивее, то есть ухоженно, да, уже на возраст не так идет акцент. А когда волос неопрятный, даже молоденькие девочки выглядят как старушки такие неухоженные, да, потому что все-таки волосы это визитная карточка, даже не лицо, а волосы. Можно даже макияж не сделать, и на лицо так сильно внимания не будет обращено, как на прическу и на общий вид, на образ. То есть вот даже как мужчина женщину воспринимает, он не на лицо ее смотрит, ну и не на жопу тоже, он смотрит в целом на нее, да, какой она производит, какое печенье, какой образ, ну уверенность и образ в плане, там, если она наденет мини-платье, неважно, какого она будет цвета, либо там черное, либо черно с белым, либо какой-то там василькового цвет для него, мне кажется, это без разницы. Если только ярко-красное, да, будет эффект, но опять же, красное, марсаловое, это все оранжевое, там все будет для них сливаться, вот. Поэтому это, они смотрят именно на образ, а не на детали. А когда девочка смотрит, да, на мужчину, она видит детали, она видит, как он платочек вот здесь, ну, вложил в кармашек, она видит, как повязан галстук, она видит, какие ногти у него ухоженные или нет, да, как борода у него зачесана, если она есть, да, то есть как прическа сделана, то есть вот, ну вот такие детали она обращает внимание, а вот у на девчика они вообще полностью кардинальную прическу сменишь, он вообще этого не заметит, то есть им все равно. Главное, это же, как бы, ну, такая же, то есть они еще же и привыкают, ну, так, как бы, пластическую операцию не сделала, и ладно. Поэтому нам особо о деталях париться не надо, то есть нам не надо выкрашивать глаза, там, 35 минут, да, у зеркала, нам не надо придумывать супер дизайн ногтей, да, и так далее, то есть нам главное, чтобы все было аккуратно, чистенько, вот, ну, и со вкусом, да, соответственно, то есть не важно, сколько стразиков налеплено на ногте, или есть ли у вас стразики в зубах, и так далее, это не суть вообще. Но волосы, я сама обращаю внимание, когда вот выходишь такая вся расфуфыренная, то есть, ну, с ложным волосом, потом приятно пересматривать свои видео, но когда вот неохота, да, охота записать видео, но неохота за собой ухаживать, и ну раз думаешь, блин, как это, кошелка, да, вот и ну раз. Скажу честно, что такой волос, такую длину легче укладывать, потому что, ну, длины руки хватает и то, и другое, да, чтобы вот так назад его уложить, потому что, когда он длинный, приходится вот только вот так вот вытягивать вот сюда, а здесь, видите, я могу и вот здесь вот так вот тянуть, то есть здесь как-то удобнее мне. Вот, после этого, конечно, нужно забрызгать каким-нибудь плачком. Вот, и дальше следующий ряд. Видите, уже сразу восприятие идет более длинный волос, а сейчас мы уложим этот, и он как бы будет, не будет ярусов видно, а он будет как бы такой рассыпчатый, да, то есть такой прям весь струящийся шелковый. Так, что-то я как-то его не очень прочно. Вот, уже пальма, видите? Так, сейчас мы его... У нас сегодня целый день идет дождь, поэтому... У нас сегодня целый день идет дождь, поэтому... И так вот... вот разница прям до колоссальная но конечно плойка убирает ужасно объем то есть это вот природный объем до когда мне не нужно ни одно укладочное средство не нужно ничего прескать чтобы делать объем потому что очень многие на это тратят что же деньги и средства всяких мне это не надо мудиться что не надо немножко упорядочить чтобы он ложился у меня нормально чтобы он не торчал то есть пригладить пушок убрать но объема своего хватает то есть у меня он не укладывается настолько что надо было начесывать то есть он просто немножко сглаживается то есть хватает этого объема в любом случае даже вот но он менее объемный но более аккуратно досмотрится то есть более привлекательно как-то смотрится чем будет но более ухоженно чем вот посмотрите он конечно пушистый все очень многие любят кстати такие волосы когда я еще перескопила мне говорили какой классный волос все а многие говорили почему у тебя почему ты не следишь за волосами почему у тебя такой беспорядок на голове то есть воспринимают по-разному для кого-то это классный волос да у кого три волосинки все хотят иметь пушистые волосы или кудрявые а у кого пушок как у меня они наоборот хотят его но не то что ровные гладкие но они да я втирала кератин кератин мне не дал такого результата который мне нужен то есть кератин он во первых мне хватило его на два месяца он весь и вымолвся у меня не сразу что два раза в неделю только мой голову и это полная зависимость от кератина вам его постоянно нужно втирать то есть волос в конечном счете истощается от постоянных химикатов внутри да и соответственно нужно все равно потом делать перерыв то есть это не так как бы ногти можете наращивать вообще бесперерывно это все-таки втирается все внутрь паривается вот такими же утюжками на кто увидел как эту процедуру делать это конечно вот конечно волосы выдерживают любую нагрузку они выдерживают несколько сотен градусов и они не отвалятся если вы 600 градусов на них утюг положите да не сразу не отвалит ну конечно может у кого-то отвалится может пушкова какие-то волосы мы в целом и не выдерживают такую температуру но в любом случае они очень легко если там горячее масло до нести они очень легко плавятся да то есть вот такой вот они выдерживают керамику горячую а горячее масло нет и волос начинает шипеть плавится да то есть у меня такое было я нанесла горячее масло ну передержала и И волос у меня просто вот так вот обуглился. То есть из длинного превратился в короткий. Это, конечно, был только клок волос. Не все волосы хорошо, да, я попробовала. Но вот это где-то впереди тоже было. Но это давно было. И у меня вот после этого я тоже и подстригала, и пыталась его реанимировать. Но лучше не портить. То есть я сделала из всех этих экспериментов такой вывод, что волосы лучше не травмировать вообще. Тогда не придется их восстанавливать. Его просто вообще лучше не трогать. Вот вы помыли голову, причем самым обычным шампунем. Вот это все мифы такие, что шампунь нужен обязательно в какой-нибудь Пол Митчелл. Это все вы плавите за воздух, деньги, за пшик. То есть кому-то в карман, да, не себе на пользу, а кому-то в карман. Это нецелесообразно. Шампунь может быть самый обычный. Вот что я сейчас помою за хоть 300 долларов, хоть за доллар. Будет эффект один и тот же. Потому что структуру волос ни один шампунь изменить не может. И там есть ли там павы или нет, это не важно. Потому что павы не приносят такого вреда. Просто если вы помойте голову, вы же его не едите, нет. Вы его смываете потом водой. Поэтому ничего страшного. Если там есть поверхностно-активные вещества, они должны быть там, чтобы делать свою работу, очищать от загрязнений. Это все, конечно, мифы. Все это коммерчески. Да спросите любого консультанта, который работал когда-то в косметическом магазине. Это все бред. Поэтому, да, на косметике можно реально экономить. Я не говорю, что на ее, скажем, не то что количество. Если вам нужно действительно что-то, какой-то продукт, то его надо купить. Но вопрос о цену, да, вы сами себе устанавливали. За какую цену вы готовы брать? То есть это не обязательно должен быть самый дорогой продукт. Вот я, например, из декоративной косметики самую дорогую купила тональную основу. Потому что только она держит все это лицо, да. То есть тон, она сдерживает вот эту вот сальность, чтобы, да, не потело лицо. То есть, как это правильно-то сказать? Ну, активность сальных желез и тогда, то есть как бы матирует, да. Обычная тоналка, допустим, на мне не работает, поскольку у меня жирная кожа. Она стекает просто с лица, поэтому я стараюсь вообще не пользоваться. Либо можно пудрой, то есть запудривать тоже, но не сильно. Можно, ну, пудру, не то что дорогую, главное, пудру правильного цвета подобрать, как и тоналку. Потому что это будет комично, если она будет сильно светлая или там сильно темная. А вот тратиться на такие вещи, как корректор, контуринг, я бы не стала. То есть консилер, ладно, еще подойдет. А вот эти все коричневые оттенки, которые вы на лицо наносите, они подчеркивают только недостатки. И это просто тренд, это мода на вот это все, но это совершенно лишнее. То есть оно делает как грим, да, для съемок, там оно как-то лицо более скульптурирует. Но в обычной жизни это выглядит, конечно, не камильфо, поэтому я как бы не особо. У меня есть это все, конечно, но я практически этим не пользуюсь, потому что оно лишнее. То есть хочется это с лица все время смыть, как грязь. Но мне нравятся румяна, допустим, да, мне нравятся блески для губ, потому что губы все время должны быть ухоженные, то есть не должны быть они сухие, то есть это, как сказать, постоянно обветрившиеся. Вот у меня такая проблема есть, то есть у меня сохнет кожа губ, причем с детства. Не то, что там это состояние здоровья, а это вот с детства такая, видимо, вот склонность. Может быть, облизывать губы, я не знаю. Потому что жила в России, думала, может быть, это климат, да, холодно когда. А приехала в Флориде, здесь у нас жарко, и все равно сохнет кожа на губах. То есть они обветрившиеся, и мне постоянно нужно мазать их. Но я не люблю это делать, потому что мы никогда не стираем помаду, мы все время и съедаем. То есть все, что вы используете там за весь период, вот эта вся помада, блески, это все будет у вас в желудке, вы должны понимать, и в кишечнике, да. То есть это вы все внутрь отправляете. Поэтому надо здесь быть осторожными тоже. Особенно с гигиеничкой. Гигиеничку мы никогда не смываем. Если еще декоративку мы смываем, то гигиеничка это все. Значит, намазали на губы, значит, съели. Поэтому вот даже не знаю, наверное, надо покупать тоже хорошую, съедобную. Или мазать маслом, лучше всего оливковым губы, я думаю. Чтобы, может, это съедобное, то есть маслом, не гигиеничка, не кушать этот воск или вазелин. Это же на этой основе все время сделано, вот не нужно. Так, я практически закончила. Так вот с вами и волосы сделаем. Конечно, я сейчас лягу спать скоро. Но, да, они как бы немножечко у меня все равно сомнутся. Но все равно будет как бы видно, что я ухаживала за ними. Каждый день такое делать не надо, только, конечно, после мытья. Я, конечно, вот это вот каждый день. Я понимаю, многие девочки моют голову каждый день. Я это не рекомендую, просто это не очень полезно на самом деле. Именно, не то, что вы моете каждый день, от мытья на и вряд ли будет какой-то вред. А то, что вы укладываете потом каждый день вот этим плойкам, вот от этого вред будет 100%. Поэтому вот. То есть, вот эта вот у меня шапочка, которая, она дает вот сейчас вот этот верхний объем. Все остальное, видите, оно уходит в такую лесенку плавную и не особо выделяется от остальных волос. И вот сейчас мы вот эту шапочку тоже будем вот сюда вплетать, как было, все остальные волосы. Чтобы оно все упорядочилось. Я знаю, кстати, многим закрывают, я потом сделаю анонсирование тоже на своем канале. Закрывают, инстаграм уже закрыли, да, по-моему, в России. И закрыли, закрывают, может быть, ютуб, возможно. Я знаю, что есть Яндекс.Дзен и есть Рутуб. Возможно, я буду просто делать там дубляж, дубляж своих видео. Все, что я загрузила сюда, я туда перезагружу. То есть, у меня почти уже 500 видео здесь, и я все 500 загружу туда. То есть, будет у меня в двух местах. Я, правда, не знаю, потому что я не помню, что я уже наговорила в тех видео. Здесь-то меня практически никто не понимает. Ну, если из-за американцев кто-то посмотрит, да, они ничего тут не поймут без переводчика. А там-то будет, я на русском говорю, вдруг я где-то что-то сморозила, да. Я вот не знаю, как будет это расценено на Рутубе. В общем, вы должны будете за мной туда проверять. Если я что-то сморозила, я должна буду это удалить. А то у нас уже были прецеденты. У нас тут такие есть блогеры, которые не соображают, что они несут, а потом у них проблемы. Типа там Андрея Петрова какому-нибудь, да. То есть, они полную чушь какую-то несут. Какие-то делают провокации, песни, гимны какие-то странного содержания. Камин-ауты какие-то, да, никому не нужны. Вот, и потом у них эти проблемы. Вот. Я так сейчас понимаю, что у нас сейчас у всех проблема, да, и кто в России, и кто русский просто. У нас сейчас что-то немножко не задалось, да. Ну, возможно, через время это наладится. Я не знаю, какие-то прогнозы я делать не могу, естественно. Но остается надеяться, что это более как-то, может быть, смягчится со временем. Я не знаю. Здесь я такого не замечаю, прямого прям такого, знаете, неприязни, что ли. Но про работу я вам рассказывала, как люди относятся. Это не в связи с какими-то событиями, да, последними. Нет. Это такое общее, что... Это как любой другой приезжий, испаноговорящий, или там откуда угодно, из Африки, там. Как будто мы типа в гости приехали. А мы приехали расстроить свою жизнь, да. Но нас пока воспринимают только как гостей. То есть это... Это зависит, конечно, от людей. Мне вот пишут, кстати, сейчас в Инстаграм, мне пишут американцы, мне не русские пишут. Русские, конечно, тоже, но мне пишут американцы. Они просто меня, наверное, смотрят давно, знают. И они пишут с поддержкой. То есть, говорит, мы поддерживаем. Но... Не знаю я. Я с ними стараюсь это не обсуждать. Ну, как-то, не знаю. Ну, я их за язык тоже не тяну. Они свою позицию просто выражают. Ну, пока очень все тактичные. То есть, да, довольно-таки тактичные себя ведут. И они говорят, мы... Стараемся свои новости не смотреть. Потому что там... Вообще непонятно что. Если уж они свои не смотрят, я вот даже не знаю. Вот многие блогеры, которые на Инстаграме, я в чем разочаровалась? Я, в принципе, отписалась практически ото всех. Вот я только оставила. Ну, кто там йогу делает или что-то мастерит, может быть, да? Вот чисто, чтобы отвлечься тоже. Потому что столько негатива я столько не видела, да? Когда люди освещают... Они сталкивают друг друга лбами, они освещают... Вот они верят какой-то прессе одной. И они берут и только в этом ключе рассматривают. Они не рассматривают никаких других вариантов. И вот у них, получается, им пишут люди недовольные. И они еще потом жалуются. Говорят, почему вы мне пишете негатив? Потому что ты сталкиваешься людей лбами. Зачем? В данном случае от блогеров требуется только поддержка. Но не противостояние друг к другу. Когда одну позицию вы поддерживаете, а другую топите. Такого быть не должно. Поэтому получается, что происходит какая-то информационная битва между людьми. И они вдруг... То есть у людей инфаркты на этой почве случаются. Потому что они очень близко к сердцу все воспринимают. Вот это я имею в виду переписку свою же. Не происходящее, я не об этом сейчас говорю, а именно о том, как люди в интернете общаются. Вот об этом. И они освещают их. И потом такие удивительные, удивляются, почему же к ним столько негатива. Потому что ты, если не уверен в чем-то, лучше не пиши, если ты не знаешь. Потому что скопировать у кого-то пост проще всего скопировать и нести в массы с абсолютно непроверенной информацией. Ты не знаешь вообще ничего, да? И вот таких куча. Я вот от них от всех отписалась, потому что невозможно. Невозможно вот этот постоянный вот непонятно на кого адресованный негатив. Потому что все они же из всех вот этих русскоговорящих стран и друг на друга вот это вот начинают. Думаю, американцы туда даже не лезут. Потому что сами, я имею в виду обычные, потому что там для них уже места нет. Уже друг друга все поперезвали, поперезвали. И они ничего не поймут, тоже, говорит. Ну как, они поймут, конечно, но вы сами знаете, что никто не хочет на рожон лезть. Вот, но ситуация, конечно, неприятная. Это прям мягко сказать. И все, конечно, в очень подавленном состоянии. И неизвестно еще, когда это все изменится. И как. Так что пытаются все уйти от негатива, вот таким образом, да. Другие ругают, говорят, зачем вы записываете какие-то пустые видео, вот от вас ждут каких-то слов. А иногда не знаешь, что сказать, вот если честно. И наоборот, ищешь вот такие отвлекающие видео, когда просто ступор какой-то. Но есть очень много лицемеров, таких кучей на ютубе повидала, которые, зная о том, что люди их смотрят, скорее всего, из каких-то убежищ. Они делают мукбанки. Они показывают, как они зажиточно живут и как они хорошо жрут. Вот здесь я даже не знаю, как сказать. Ты делаешь мукбанк, а люди тебя смотрят, которых там куска хлеба, возможно, это или еще что-то. И ты как бы вот, может быть, хотя бы это бы не показывал. Но вот есть. И причем женщина в возрасте сидит, ей там почти полтинник, она свой мукбанк ведет. И она о том говорит, как она сожалеет или еще что-то, это что-то, как это называется. Или сама еще слезы сидит и льет. Вот, это и нормальная. Вот вопрос. Я не знаю. Ладно бы ты ела мукбанк и ты рассуждал на другую тему, я могу понять. Вот я, например, сейчас кофе налью, и я могу на какую-то другую тему поговорить. Но ты говоришь на конкретную, и ты там о чем-то сожалеешь, и ты живешь при этом. Ну как это вообще? Ну, такое бывает. В общем, впереди вот так я все сделала. Смотрите, как получилось. То есть совсем другой человек, отмотайте назад, да, как было, когда я только начинала видео. И вот сейчас, спустя полчаса, когда мы с вами закончили, я, может быть, сбрызну немножко лаком, но сюда даже больше не надо ничего посмотреть. И вот это уже у меня отрос волос, то есть вы не сказали бы никогда, что я буквально вот перед новым годом отчекрыжилась полностью, да. То есть у меня была прям пацанячая стрижка короткая. То есть вот эти волосы на минутку у меня вот здесь вот были. Вот, поэтому. Вот так вот. Единственное, что сейчас мне неудобно вот эту макушку выравнивать, потому что тоже густота вот эта, она не берется плойкой. То есть это надо ее тоже, хвостикки собирать, но это слишком нудно, поэтому макушка у меня не такая ухоженная, как вот остальные волосы. Вот. То есть пока вот так. Вот, оценивайте. Сейчас я выключу все. Вот, может быть, сейчас я запишу еще один ролик. Посидим. Краситься я не хочу, но, может быть, все-таки использую свою новую косметичку, накрашусь, я не знаю. В общем, оцените пока то, что получилось. Вот. Вот так. В общем, это промежуточный ролик о длине волос. И я такую планирую. Я вообще планирую каждый месяц сделать. Вот я, по-моему, в январе делала, а в феврале я вообще не записывала, прочитаю в конце из-за вот всякого вот этого. Вот. И вот делаю, можно сказать, за февраль. Может быть, в конце марта, начале апреля сделаю еще один. Вот. Буду краситься, наверное, буду краситься, да сделаю. Я вам делаю, когда я красилась. Вот сейчас, короче, вот волосы уложила. Я сейчас реже намного стала, видите, вот такие записывать косметические видео. Думала, может быть, вообще перестать записывать, придумаю. Ну, а зачем переставать? Ведь это такая девчачья тема, мне кажется, она все время актуальна. У меня просто было такое желание сделать, ну, задумка, отдельный канал создать и краситься. То есть, чтобы заставить себя каждый день краситься. Видите, на мне ни капли косметики. У меня уже даже весь татуаж сошел. У меня уже ничего не осталось. То есть, вот такое лицо, как чистый лист, да, ничего нет. Ни блеска, ничего, вообще ни грамма макияжа. И я в таком виде уже привыкла. То есть, вообще, я забыла уже, что такое краситься. Мне кажется, нужно это немножко возвращать к жизни вот это все. Потому что все-таки, ну, родилась девушка, женщина, да. Все-таки надо соответствовать, так сказать. Ну, кому еще краситься? Так не мне, да. При этом еще и блондинка, да. При этом еще и возраст позволяет, да. Ну, возраст, в принципе, всегда позволяет. И даже, мне кажется, и в 90 лет надо. Малюваться. Ну, в общем, увидимся с вами в следующем видео. Всем, ну, в общем, всем желаю терпения. Вот это все пережить. Надеюсь, что все наладится. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.